У нас на связи Таня Рыжова, участница проекта «Танцы» на канале ТНТ. Доброе утро! Всем доброе утро! Доброе утро, Таня! Таня, расскажи, что было самым запоминающимся для тебя во втором сезоне «Танцев»? Ну, это, безусловно, мое выступление на кастинге. Так страшно, мне кажется, мне никогда в жизни не было. У нас вопрос такой возник. Так часто журналистов спрашивают, нужно, молодые, которые думают, куда пойти, спрашивают журналистов, нужно ли идти в журналистику. Я еще не видел ни одного журналиста, который бы сказал, да, приходите, у нас так классно, вообще все такое. Все говорят, ребята, если есть возможность другую профессию осваивать, осваивайте. У вас была замечательная возможность побыть сначала журналистом, но благодаря этой профессии вам удалось классно выступить на кастинге, о котором мы только что говорили. И все-таки, что же круче-то, быть журналистом или танцевать? Ну, выбор, который я сделала, в итоге отвечает на вопрос. В итоге сейчас я тантор, и выбрала я танцы. На самом деле, было круче под журналистом, если бы не было вообще такого вида искусства, как танцы. Танцы все помешали журналисту. Наверное, нашим пуштерам нужно подсказать, если они не знают, что Таня на первом сезоне «Танцев» работала за кадром, задавала каверзные вопросы участникам первого сезона и, в принципе, была тем самым журналистом, который готовит материал. Таня, подождите, вы, значит, на первом сезоне задавали вопросы, а потом решили, а что-то я здесь стою и задаю вопросы. Пойду-ка я туда, на сцену, да? Да нет, на самом деле, было так. Я вообще всегда мечтала о таком проекте. Я даже, когда училась в институте, когда у нас был предмет управления проектами, я именно такие реалити-шоу танцевальные придумывала. И когда этому проекту создено было состояться, меня позвали вести группу в социальных сетях изначально. Вот. И в итоге повысили до журналистов. Я что-то так хотела вообще быть причастной к такому проекту, что даже забыла про то, что в нем можно как танцора участвовать. И сломя голову, понеслась работать там журналистом. И на первом сезоне я осознала, что все вокруг танцуют, а я беру интервью, блин. Вот обидно-то, да. И вот в итоге... А на втором же пришла в себя, такая, да я же танцевать хочу. Да, я смотрю на первом сезоне, думаю, что я делаю с этой стороны, господи, почему я с ней разговариваю, я тоже хочу танцевать. Когда смотришь все это по телевизору, то понятно, что картинка, которая долетает до зрителя, это уже рафинированная, отреставрированная, правильно выбранная, смонтированная и так далее. И периодически кого-то из участников в профайлах прорывает, ну, буквально на какие-то маленькие фразочки из серии, ну, вот у нас тут закулисная жизнь, закулисная жизнь и так далее. Я так, вот как мы понимаем, все участники живут типа в каком-то там лагере, да, во время съемок вообще всего сезона. И у них только тренировки, столовка и дальше закулисная жизнь. Это вот такой треугольник или как он происходит? Ну да, конечно, мы живем все вместе, мы вместе, там, кушаем, постоянно идут тренировки, то есть, ну, все, кого мы видим, это топ-24. Интриги. Скандалы расследования, да? Интриги были у вас, Татьяна? Сейчас она всем расскажет. Это так смешно, но не хватает времени на интриги, то есть, там не хватает времени для того, чтобы поесть иногда, а на интриги, ну, вот правда, ни одной интриги не видела. Всегда где-то вот в модельном бизнесе, в танцевальном бизнесе, где всегда есть какие-то, какая-то конкуренция, особенно среди девушек, ну, среди парней тоже есть, но вы же чувствовали какую-то конкуренцию? Я не говорю о конкретных именах. На самом деле, всегда есть выбор, поспать, поректировать свой номер или приступить в игру. Или почувствовать конкуренцию. Вот, и все выбирали репетировать номер, следующее поспать, и все, уже начиналась съемка эфира. Это очень хорошо, кстати. В первом сезоне там были, конечно, вот эти вот подковерные всякие разные дела, которые в интернете нашли такое не очень приятное освещение, это по поводу сестры Егора Дружинина, да? Ну, потому что, не потому что она там виновата в чем-то была, а только лишь потому, что она сестра, да, и это вот дало народу полностью. Ну, вот там, ага, вот подстава, туда-сюда. Вы-то в этой ситуации, на самом деле, недалеко ушли. Вы же были в проекте, вы со всеми перезнакомились, вы по блату попали. Ну, так и Макс не сделает. И не важно, как она танцует, пишет какой-нибудь злобный там зритель где-нибудь в интернете. Ты к чему ведешь? Ну, я, конечно, я изначально представляла, что, ну, мне может хорошенечко прилететь, и я даже на всех интервью говорила, я знаю, да, мне страшно, что меня будут там оскорблять в интернете, что люди будут ко мне плохо относиться. Мне, правда, очень страшно было. Но желание участвовать просто было сильнее. Я понимала, что так будет. Я удалила вообще социальные сети где-то, наверное, на втором эфире. Я сказала ребятам, даже не говорите мне, что там пишут, даже не нужно это при мне обсуждать. Вот, и, наверное, где-то в течение трех эфиров мы держали такую информационную блокаду, потому что, ну, я бы просто с ума сошла, если бы я это читала. То есть я прочитала первые пару комментариев, когда люди писали, хоть бы она себе что-нибудь сломала, или хоть бы она умерла, ее выгнали, и подумала, пойду порепетирую. Лучше танцевать. Вы правильно делаете, что удаляете, мне кажется, так и надо. А если вспомнить этот второй сезон, то вот ваши любимые номера с участниками без вас и ваш именно номер, то о чем? Это, по-моему, номер в паутине, да? Номер с диваном. Номер с диваном. Он стал вашим любимым? Моим точно. Спасибо большое. Ну да, для меня тоже вот самый любимый, это номер с диваном, Тимофеем, и, наверное, мой номер, который я на кастинге танцевала. Вот, а из тех номеров, которые мне понравились у других ребят, мне очень понравился ВОК у Никиты и Насти. О, да, это было шикарно. Мне очень понравился номер «Адвокат», который танцевал, Можайкин и Никита тоже. Из нашей команды еще, ну, конечно, номер Макса и Кати, это апогей просто, 9 лет в одном номере. Из Егорова очень мне нравился номер Масленникова и Могилева про продажу «Души дьяволу», где там писатель был. Там один был писатель, да, да. Да, из Могилевской еще вот, ой, не из Могилевской, а из Егоровской команды мне еще нравился номер Полуниной и Рыбака про математика. Ой, я прям рыдала. Вот, так что, вот такие номера. Кстати, Тань, хотелось бы спросить, а куда Адам подевался из первого сезона? Он как-то вообще пропал по турам, по-моему, он не ездит. Да, кстати, вроде Адаму нет в турах, но у него, по-моему, я даже не, по-моему, точно знаю, у него своя группа и даже, может быть, своя школа, он там какие-то постановки делает там. То есть определился? Постоянно. А если говорить... Ну да, но он, видимо, прям вот какое-то свое дело дает. Если говорить о других участниках первого проекта, вот кто больше всего получил от проекта именно в качестве дивидендов каких-то человеческой и зрительской любви, каких-то, может быть, открыл свою школу, заработал кучу денег и стал самым классным после первого проекта танцев? Ну, мне кажется, что, наверное, во-первых, Ильшат, во-вторых, Адам и Алиса Доценко. Да, потому что Алиска, по-моему, в Краснодаре, из Краснодара, да, она открыла там еще филиалы своей школы, прям она очень активно развивается. Адам, ну, Адам, я думаю, он прям вообще не упустит свой шанс, потому что он очень такой, как сказать, работоспособный, у него прям куча дел. Ну, и, наверное, Савченко... Ой, а что это получилось? Мы перечислили всех финалистов, да? Ну, я думаю, что вот так вот. Получили смс мы сейчас, привет, Рыжовый болел за нее, то есть ваши поклонники у нас тоже не спят, передают вам привет у нас в прямом эфире. Ой, спасибо, и вам тоже привет. Хочется спросить... Так приятно, вообще, столько людей пишут. Да, да, хочется спросить вот еще один оригинальный вопрос из нашей папки. Дальнейшие творческие планы. Что впереди, тур мощный ожидается или как? Потому что я так понимаю, что вы себя уже из журналистов вычеркнули, теперь вы себя уже называете танцором. Ну, просто так смешно, на самом деле. Люди смотрели шоу и думали, что был журналист, шов поткнулся и упал, и прошел в топ-20 сили нечаянно. По блату, да-да-да. Это так смешно, просто на самом-то деле я танцор, я на самом деле нечаянно журналистом стала. Вот. Ну, то есть, я не журналист так-то. Вот. Ну, как понять творческий план? Да, ну, здорово будет, конечно, если меня возьмут в тур. То есть, еще пока это не определено, да? Непонятно. Да, да. Ну, то есть, я думаю, как только будет определено, сразу все в соцсетях у себя вывестят расписание тура, и как бы никто не пропустит момент. Ну, я занималась... У меня была своя школа в течение трех лет. Я вот прервала преподавание на момент проекта. И, ну, я сейчас собираюсь вернуться, преподавать в других местах. Я там занимаюсь всякими флешмобами, там, фестивалями. У меня была газета своя даже танцевальная. Ну, я была как этот творческий лидер там. Поэтому я просто буду все то же самое продолжать. Просто я не буду журналистом работать. А на третий сезон опять за кадр или как? Да нет, я не буду. Пора в жюри, в жюри, пора в жюри. Рядом со Светлаковым. Ой, нет, ой, нет. Да что ж там вместо Светлакова? Мне кажется, так тяжело. Это такое тяжелое вообще дело сидеть. Мы думаем, нам тяжело, вот, выйтишь, не выйтишь. А им каждый раз выгонять грех на душу, брать. Зато у Светлакова светлый образ, так он спасает. Он молодец. Ну, вот, дай бог вам здоровья. Спасибо вам, Тань, за это общение. И напомню для наших слушателей, что сегодня вместе с нами приспал Станя Рыжова, участница проекта «Танцы на ТНТ». Мы узнали многие подробности этого проекта. Спасибо большое. Вам спасибо. Всего доброго. Спасибо.